Итак, всем привет. Нашел интересную игру, называется Unicorn Overlord. Всегда сложно выговорить это слово, уже пятая попытка. Итак, это пошаговая RPG, ну не совсем пошаговая, но пульже к ним относится. Бои напоминают чем-то Shining Force, но и сразу скажу из достоинства. Нелинейный сюжет в игре, то есть, конечно, есть сюжетная линия, которую можно следовать, но можно и проходить как-то ее параллельно, не обязательно бежать, выполнять миссии, которые требует нам игра. Достаточно большой открытый мир, да, сейчас модно это говорить, но для такой графики это достаточно большой мир. Очень много персонажей, то есть, сейчас вам покажу. У меня где-то треть игры, все еще не могу привыкать к кнопочкам, уже там 30-40 персонажей, то есть, есть персонажи, которых по сюжету вы получаете, есть персонажи, можно просто нанимать, чем-то напоминает Tactics, да, но персонажи как бы именные, сюжетные, они, разумеется, будут немного лучше по статам. Есть возможность апгрейда персонажей по классу, то есть, допустим, вот главный персонаж у нас Alain, он сейчас лорд, будет High Lord, это открывает новые возможности. Опять же, множество разнообразных классов вещей и тому подобное. У каждой вещи может быть свой навык, который значительно, либо не очень влияет на игру. То есть, как по мне, такое очень сложно найти в играх. И еще, что интересно, я вот пытаюсь найти терлист, где будет написано, вау, этот персонаж топ, этот топ. Этих терлистов штук 10 разнообразных. И каждый человек думает, что такой-то и такой-то персонаж стоп. И, конечно, иногда сходятся мысли, но разброс просто бешеный. То есть, грубо говоря, SS-класс, а в следующем терлисте он только B. Поэтому, ну, как бы создание команды интересно. Что же здесь еще, как, что за команды здесь, да? То есть, есть у нас лидер, например, и к нему присоединяются вначале два персонажа, ну, плюс один персонаж, уже двое, потом трое, потом четверо, и вроде как максимум пятеро персонажей. А в зависимости от того, кто лидер, у вас разные бонусы. То есть, лошадки, например, быстро ходят, есть летающие пегасусы, есть там какие-то сопротивления, дополнительные хилы и так далее. Плюс в команде персонажей кто-то лечит, кто-то атакует, кто-то кидает щит, использует как кавер, да, например. То есть, персонаж в первой линии может быть хорошим атакером, но не живучим. Для этого вам нужен защитник. И в этом плане, как бы, огромные возможности для каких-то стратегических решений. Плюс, например, сейчас вам покажу какой-то бой. Разумеется, сюжетная линия, каждая миссия сопротивляет. Вот сайт-квест, да, то есть, выполняя сайт-квест, я могу получить какие-то бонусы. Так, теперь покажу, что у нас бой, да. Ну, сами бои тоже интересны. Я думал, в игрушку, ну, поиграю так, на работе, да, часик-два. Ну, пропустим разговор, ладно. Часик-два поиграю. Блин, ну я залип, если честно, дома. Я был удивлен. Почти в каждом бою, ну, в большинстве боев, у нас есть возможность нанять сюжетного персонажа. Помимо этого, можно работать с какими-то элементами боя. Мне прямо сейчас удачный бой выпал. Сейчас вам покажу. То есть, мы можем сесть в пушку, и эта пушка будет атаковать противника. Это как бы достаточно круто. Ладно. Так, вот, да, раз пушечка, например, два пушечка. И мы можем обороняться от сотен противников. Это прикольно. Все, вышли персонажикам. Вторым ходим. Еще одного вызываем. И давайте дальше смотреть. Выбираем отряд. Так. Все, теперь расскажу, что же я такое сделал. То есть, смотрите, у нас есть группа персонажей. Да, как я до этого показывал. По трое, по четверо персонажей и так далее. У каждого есть эндуранс, выносливость. То есть, нельзя создать команду, которая бежит вперед и всем дает люлей. За каждый бой у вас отнимается одно очко вот этой выносливости, стамины. Как только стамина становится ноль, то ваш персонаж становится жертвой любой атаки и быстро погибает. Так, помимо этого, у нас есть энергия слева сверху. За счет этой энергии можно использовать разнообразные навыки. Подлечить, агр использовать, восстановить энергию, забрать энергию у противника, стамины у противника и так далее. Если у нас кончилась энергия, мы можем использовать вещи, отдых и так далее. Но пока вы отдыхаете, время типа в реальном времени, вы теряете большой период времени. Ваш персонаж не может ни атаковать, ни выживать. Есть разнообразные баррикады. То есть, какой-то класс персонажей быстро разбивает, когда он лидер, он быстро разбивает баррикады. Какой-то класс не быстро. Плюс классы, да, там летающий юнит с большой скоростью юнит. Юнит с большим уворотом и так далее. То есть, вариантов просто для ваших стратегических решений тьма. Окей, мы атакуем, да, баллистой. Так, помимо этого, есть командный пост. То есть, потерять его тоже как бы нельзя. И за счет этого у нас появляется, ну, просто прям офигенный геймплей. И когда я хотел поиграть часик, я завис, ну, уже на 10 часов, наверное, за 2 дня. Такого, в моей практике, я бы так сказал, я редко встречал. Сейчас, хочу показать бой, как он проходит. Так, здесь, видите, у нас противников не осталось. Ладно, нажимаем бой. Плюс, допустим, мы можем переключать персонажа. Видите, показывает, что если я атакую, например, то я получаю 8-4 урона, и еще противник лечится. А другой команды, где у меня совсем другой состав персонажей, то все будет иначе. Я, наоборот, наношу урон. Ну, давайте атакуем и покажем вам бой. Красивые пейзажики, да? Из недостатков сразу скажу. Ну, если у вас нет специального джойстика на телефон, то у вас будет вот эти квадратики, треугольнички и так далее. Они немножко раздражают. Иногда я мажу. Так, что у нас еще такого из недостатков? Ну, конечно, графика. В бою вроде как все красиво и прекрасно, да? Не в бою у нас, я бы сказал, не так все красиво. Вау, новый персонаж, я его получил, и выглядит она прям как бы вау. Не в бою вот эти маленькие надписи, ну, немножко раздражают. Если вы пользуетесь эмулятором, ну, будете, как я, наверное, да, пользуясь эмулятором на компе, либо на сотовом телефоне, то батарея садится достаточно быстро. А так, в остальном, ну, я считаю, очень шикарная возможность поиграть в игру, скачать в интернете тоже ее возможно, никаких проблем с этим нету. Ну, и наслаждаться сюжетом и геймплеем, я думаю, приятно. Так, вот еще, смотрите, все используют какие-то навыки и так далее. Вот сейчас, если честно, мне кажется, немножко хаотичный, потому что очень сложный бой, я проигрываю по уровням. Ух ты, видите, я тут даже никого не могу, ничего с ними сделать, убить. А так, действительно, нужно залипать. И показать за пять минут весь геймплей, ну, наверное, очень сложно. Ну, я думаю, на этом все. Мы вызываем команду убийц с лучником. Будем пытаться отбиваться. А вам желаю попробовать скачать игру и поиграть. А как настроить, допустим? Я думаю, очень много видеороликов на ютубе, и вы разберетесь. У меня, конечно, имея только с этого телефона ушло достаточно много времени, а если у вас есть рядом ноутбук или персональный компьютер, то проблем с запуском игры у вас не возникнет. Все. Спасибо. Пока.